Больше года ученые наблюдали за шестью тиграми, выпущенными на волю. Пять полосатых хищников смогли привыкнуть к жизни в дикой природе и, возможно, даже скоро принесут потомство. Такие выводы сделали специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН. История спасения этих животных началась еще в 2013 году. Тогда специалистам удалось поймать больную тигрицу и пять маленьких тигрят. Они получили клички Мустин, Кузя, Боря, Светлая и Илона. Президент Владимир Путин в мае прошлого года в Амурской области выпустил на волю Кузю, Борю и Илону. А в июне на волю были отпущены Устин и Светлая. На животных были надеты ошейники, которые позволяют отслеживать их передвижение с помощью спутника. Благодаря этому специалисты смогли отследить путь передвижения животных. Осенью тигры Кузи и Устин ушли из России в Китай, а в декабре вернулись обратно. За время своих странствий Устин переплыл Амур, побывал на Большом Уссурийском острове. В Хабаровске посетил несколько деревень в Китае, где нанес ущерб фермерам, нападая на косы собак. Затем Устина отловили вблизи Хабаровска, и сейчас он живет в зоопарке в Ростове-на-Дону. Ученые также сделали вывод, что лучше всего в дикой природе себя чувствует тигр Боря. Специалисты института продолжат свои наблюдения за подопечными и дальше. Стоит сказать, что такая работа направлена на восстановление популяции амурского тигра в Преамурье.